Всем добра! Меня зовут Николай, и сегодня мы снова будем настраивать удаленные репетиции через интернет. В прошлом ролике по этой теме нам удалось достичь общей задержки в районе 50 миллисекунд, но сегодня мы попробуем ее сократить, а заодно повысить удобство работы и стабильность связи. Начнем с хорошего. У меня есть вот такой замечательный скриншот, на котором виден почти весь расчет задержек. 8 миллисекунд задержки аудиоинтерфейса на моей стороне, 7,1 на компьютере на той стороне, и еще примерно 13 миллисекунд на отправку звука в обе стороны. Итого всего 27 миллисекунд. 27, Карл! Это как играть в акустике с человеком, который стоит в 5 метрах от тебя. Я тут зарисую, как это выглядит. И это от Тамбова до Питера. Немаленькое такое расстояние. Есть, конечно, небольшие оговорки, но о них чуть позже. А пока, если я вас заинтересовал, приступим. Использовать на этот раз будем сервис Jam Kazam. Полностью бесплатное приложение, скачать которое можно на официальном сайте. Чтобы приступить к работе, необходимо создать аккаунт или войти в него, если он уже создан. Проблем с этим возникнуть не должно. Никнейм, почта, пароль, все как обычно. Даже не нужно подтверждать адрес. Но у меня аккаунт уже есть, так что я войду в него. После авторизации вы попадете на страницу веб-клиента, но сам по себе он работать пока не может. Чтобы попасть в сессию, вам сначала необходимо скачать и настроить приложение. В основном меню сайта нажимаем Download и выбираем свою версию для Windows или Mac OS. Скачиваем, запускаем, далее, 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 готово. Ничего сложного. После установки и запуска стоит сразу зайти в сервис внутри программы, используя почту и пароль, которые вы ввели при регистрации. Для первичной настройки стоит зайти в меню Audio Gear и нажать кнопку добавления нового оборудования. Вас встретит приветственное окно с предложением посмотреть ролик по настройке, так что если после моего видео вам что-то останется непонятным, можете посмотреть здесь. Мы же нажмем Далее и в левом выпадающем списке выберем драйвер своей аудиокарты. Это может быть и SEO for all, если вы используете его, но чтобы войти в сессию, вам необходимо добиться минимальной задержки внутри своих драйверов. У меня она сейчас составляет 12,17 мс, и этого достаточно для джам-казам, так что продолжим. После выбора устройства чуть ниже появится выбор входов. Актуально для карт больше, чем с двумя входами. Я выберу здесь свои основные входы, первый для микрофона и второй для гитары. Чуть правее расположена настройка выходного устройства. Как обычно, я не рекомендую использовать здесь карту, отличную от той, что стоит на входе, но вы можете поэкспериментировать. И учтите, выходы, в отличие от входов, могут использоваться только по одной паре. Нажимаем Далее и попадаем на страницу настройки входных каналов. Здесь представлены все инструменты, треки, которые будут использоваться при онлайн-репетиции. Изначально в этом списке значится только один микрофон с первым входом карты, так что мне понадобится добавить еще один трек, куда я назначу второй вход карты. Справа можно выбрать тип инструмента, где я поставлю электрогитару и закрою это окно. Пока открыта текущая или следующая страница настроек, джам-казам включает сквозной мониторинг, так что вы можете поговорить в микрофон и поиграть на гитаре, при этом слушая себя в наушниках. На следующей странице расположены настройки микрофона для голосового чата. Тут есть два варианта. Использовать тот же микрофон, что вы настроили прежде, или использовать отдельное устройство, которое не будет синхронизироваться с основным. Первый вариант подходит для пения, и именно его я буду использовать. А вот вторая опция будет интересна всем, у кого используются два аудиоустройства. Например, гитара подключена через внешнюю карту, а микрофон используется встроенный в ноут, или отдельный USB микрофон и так далее. С такой настройкой вы сможете использовать в джам-казам сразу оба устройства, но учтите, микрофон будет работать с серьезной задержкой. Дальше можно проверить сигнал выхода и закончить настройку. Проверьте, что новый профиль стал активным, и не забудьте, что все настройки, которые вы только что применили, можно изменить, нажав на эту кнопку Configure. На этом первичная настройка приложения подходит к концу, и нам остается только создать новую сессию, или присоединиться к уже существующей. Чтобы просто поиграть с кем-то в сети, достаточно на главном экране нажать кнопку Найти сессию, и выбрать раздел Открытых джемов. В списке всегда найдется хотя бы несколько комнат, в которые можно зайти и попробовать себя в импровизации с рандомными людьми. А вот чтобы объединиться с коллегами по группе, вам или одному из ваших друзей нужно создать новую сессию и настроить ее так, как вам захочется. При создании есть варианты быстро выбрать закрытую сессию, открытую сессию, сессию только для друзей, или настроить всю сессию перед запуском. В настройках можно выбрать жанр, название и предпочитаемый язык, тут вопросов возникнуть не должно. Важные настройки здесь – Musician Access и Friends Can Join. Именно они отвечают за доступ к вашей сессии всех других музыкантов. В первой опции вы выбираете, сможет ли любой участник джем-казам присоединиться к вам сразу или только после вашего подтверждения. Вторая строка – для ваших друзей в казаме, с примерно тем же смыслом. Кстати, друзей можно добавлять из поля поиска в правой части экрана. Просто вводя их ники. Теперь о нюансах. Во-первых, для корректной работы приложения и минимизации задержек необходимо по возможности избавиться от беспроводных соединений. Как показывает практика, Wi-Fi не увеличивает общую задержку, но может обеспечить просадки в качестве соединения. А из-за этого может временно увеличиваться задержка, возникать артефакты и так далее. Во-вторых, дальность расположения музыкантов очень сильно влияет на стабильность работы. В примере Тамбов Питер, где мы зафиксировали задержку в 27 миллисекунд, она могла увеличиваться и до 40-60, а с такой задержкой играть уже очень трудно. Зато есть опыт связи Москва Тамбов, где задержка стабильно держалась в районе 30 миллисекунд, лишь изредка проседая до 35-40. И при таком раскладе играть уже было значительно комфортнее. В общем, идеальным будет вариант, когда все музыканты в сессии находятся в одном городе, подключены к одному провайдеру, и никто из них не использует Wi-Fi. Плюс, естественно, всем стоит выставить минимально возможный буфер ASIO для минимизации задержек на каждом из компьютеров. Теперь про обработку и VST. Судя по документации и пунктам в настройках, Jam Kazam сам умеет работать с VST-плагинами. Но у меня это настроить так и не получилось, тем более, что я не особо и старался, так как, похоже, VST-инструменты он все равно не поддерживает. Так что запихнуть звук вашего любимого синтезатора из Reaper в Jam Kazam я, естественно, предлагаю с помощью ASIO Link Pro. Про его установку и настройку можете посмотреть отдельный ролик на моем канале, а сейчас разберем только конкретный пример настройки для Jam Kazam. Перед съемкой этой части я постарался выставить настройки всех драйверов и программ на значение по умолчанию, чтобы ничего не пропустить, так что приступим. Останавливаем Jam Kazam и все другие приложения, использующие ASIO. Запускаем ASIO Link Pro Tool, включаем Loop Back шины и запускаем ASIO движок. Снимаем здесь физические входы с программных, соединяем программные входы с выходом Loop Back шины и проверяем, что чекбокс Enable Multi Clients включен. Сохраняем настройки, чтобы не слетали. Теперь запускаем Reaper и в его настройках тоже выбираем ASIO Link Pro. Входы и выходы можете оставить по умолчанию, но как всегда проверьте, что везде установлена одинаковая частота дискретизации. В драйвере, в настройках Windows, в настройках Reaper, везде, где вы можете найти частоту дискретизации, везде выставляете одинаковые значения. Закрываем настройки, создаем две дорожки, на обеих включаем мониторинг и выбираем первый и второй входы, микрофон и гитару. Для примера я также добавлю виртуальное пианино. Теперь заходим в микшер ASIO Link Reaper, ставим галку Road to ASIO In и соединяем входы карты с входами секвенсора. Снова сохраняем коммутацию в качестве другого пресета, чтобы не слетели настройки. После этого заново открываем Jam Kazam, заходим в настройки Audio Gear и добавляем еще одно новое оборудование. Все настройки здесь будут те же, что и в первой части, но на этот раз выберем ASIO Link в качестве основного драйвера и оставим ему всего один трек, на котором сделаем стерео-вход. В ASIO Link для Jam Kazam соединяем входы лупбэка со входами Host & Mix, и магия начинает работать. Тоже сохраняем настройки, завершаем создание аудиопрофиля и перезагружаем Jam Kazam. Обратите внимание, при такой настройке вы не будете слышать звук секвенсора, пока не подключитесь к сессии в Jam Kazam. И еще пару раз ловил такой мелкий баг. При перезаходе в сессию, ASIO Link не всегда сразу начинает выводить звук. Чтобы все быстро поправить, достаточно открыть и стрео-входы для Jam Kazam и закрыть его обратно. Теперь попробуем пройтись по дополнительным функциям и заодно сравнить Jam Kazam с NetDuet, который мы пробовали прежде. Во-первых, из очевидного, Jam Kazam на английском значительно проще осваивается, чем NetDuet на японском. Отсюда следует и социальный момент. В Kazamе значительно больше европейской и англоговорящей аудитории, а с ними договориться значительно проще, чем с японцами. И задержка до них раза в два-три ниже, так что вы можете даже попробовать поиграть. Во-вторых, система инвайтов и друзей в Kazamе чуть более очевидна и не требует заходить на сайт, можно войти в сессию прямо из приложения. В-третьих, при проведении сессии Jam Kazam располагает большим числом опций, по которым стоит пробежаться отдельно. Например, общий метроном здесь все-таки играет сразу у всех участников, нивелируя задержку, а не как в NetDuet, где он играет прямо в ваш канал. Кстати, да, простите, в прошлом ролике насчет этого я ошибся. Здесь же можно добавить аудиофайл и сыграть под фонограмму. Правда, mp3 он почему-то не читает, в отличие от NetDuet. Еще отличная штука — запись сессии. Причем сессия пишется не просто в один файл, а в мультитрек, который потом можно загрузить в Reaper. Похожая система реализована в Rianine Jam, и это прям очень удобно для постобработки ваших записей. Ну и один из главных плюсов — возможность передать видео. Настраивается вот здесь, и можно даже попробовать проводить совместные онлайн-трансляции. Но опять же, только если у всех участников стабильный интернет и все настроено корректно. Из минусов же могу отметить только тот факт, что Jam Kazam сам по себе не может связаться с вашим секвенсором, как NetDuetta. Но эту проблему мы уже решили выше, так что мне видится, что по всем параметрам Jam Kazam превосходит NetDuetta. А, и чуть не забыл. Если вы не можете зайти ни в одну сессию, попробуйте поставить вот этот чекбокс. Он должен решить проблему с пробросом портов и белым IP, которого, вероятно, у вас нет. Ну а какое приложение выбрать, конечно же, решать вам. И в конечном счете, я думаю, этот выбор будет зависеть от того, какой сервис у вас заработал быстрее и стабильнее. Ну а если вам понравилось это видео, не пожалейте пальцы вверх, поблагодарите меня подпиской на канал, включите уведомления и поделитесь этим роликом с друзьями, в конце концов, вам же нужно будет с кем-то по сети репетировать. А для самых благодарных в описании ролика есть ссылки на Boosty и Patreon, где вы можете поддержать меня и мой канал, финансово, небольшой денюжкой. Взамен получите ранний доступ к роликам, небольшое количество уникальных материалов и доступ в секретный Discord, где иногда происходят какие-то интересные беседы по поводу тайн программного коммутирования звука. Ну и самое главное, не забывайте творить музыку. Всем добра!